Здесь хорошо насчет ухода, насчет младшего лечения, а вообще очень хорошо все и лечат, и очень внимательно относятся. Фаина Владимировна – пациентка Ульяновского областного клинического госпиталя ветеранов. Пенсионерка ложится в больницу несколько раз в год. Первый раз сюда попала в 96-м. В тот год, будучи 60-летней женщиной, она потеряла единственного сына. Пациентка признается, что без помощи врачей госпиталя, в том числе моральной, вряд ли бы дотянула до сегодняшних дней. Я думаю, ну все, три пятницы осталось жить. Вот благодаря этому, потому что я периодически ложусь в больницу, мне сейчас уже вот в апреле будет 83 года. Но я вроде пока за себя и ухаживаю. Ухаживать за мной некому. Ну, держусь. Вот они меня поддерживают, дают мне жизнь, можно сказать. С конца прошлого столетия госпиталь «Медрилы» привил методику диспансерного осмотра и реабилитацию пожилых людей. Ежегодно в подразделениях учреждения, дневных стационарах Ульяновской, в селах Озерки и Лесной Матюнина лечение проходит свыше 10 тысяч инвалидов, участников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня около 60% людей этой категории уже прошли диспансеризацию. Одним из первых госпиталь оказался и в развитии гериатрической службы. Гериатрическая служба развивается у нас с 95-го года, вот как специализация, вот именно оказание медицинской помощи пожилому населению. Но только второй год, вот на уровне уже правительства современного, это движение началось по всей России. И мы как бы вот оказались уже готовыми к этой проблеме. И в прошлом году у нас на базе госпиталя мы перепрофилировали 30 терапевтических койк под гериатрические койки. Врачи-терапевты госпиталя в рамках специальной программы даже перепрофилировались докторов-гериатров. С прошлого года видоизменилась и сама больница. Здесь капитально отремонтировали неврологический корпус. К своему логическому завершению сегодня подходит ремонт хирургического отделения. Кабинет ЛФК получил новое оборудование. Силовой тренажер, велоэргометры, велотренажеры и степперы. У нас существует индивидуальный подход в реабилитации. К каждому больному индивидуальный подход разрабатывается комплекс. Те, которые пациенты могут ходить, они приходят в зал кабинет ЛФК. А те, которые не умеют и нет возможности, к ним приходим в палату и занимаемся по индивидуальным комплексам. Увеличивать показатели ожидаемой продолжительности жизни помогают уникальные методики. Так, в госпитале применяется технология лечения гиперборическим кислородом. Этот метод ликвидирует недостаток кислорода в организме и повышает иммунитет. Пациента мы помещаем внутрь барокамеры, даем заданное давление, режимы компрессии, декомпрессии. Ну, это те особенности, которые именно индивидуальны для каждого пациента. Барокамеры – разработка космического и авиационного заводов страны. Время одной процедуры зависит от степени тяжести недуга и занимает от 40 до 60 минут. Не опасны они и для людей с клаустрофобией. Прежде чем поместить такого пациента в барокамеру, специалисты искусственно погружают его в сон. Для Натальи Улова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.